Микс Ньюс У нас сегодня в гостях врач-хирург, я напомню, клинический психолог, доктор остеопатии, специалист по психосоматике Илья Азаренок, который приехал в Латвию и Санкт-Петербург для того, чтобы провести здесь семинар открытый. Да, все ли правильно? Здравствуйте. Здравствуйте, да, ну практически все правильно. Кроме, ну, врач-хирург, вот просто мы уже за эфиром выяснили, что, ну, вы уже как бы и не практикующий сейчас врач-хирург. Текущий хирург, да, то есть у меня есть образование в пачке, в стопке моих дипломов, есть такая бумага, которая говорит о том, что да, я прошел так. Но это необходимый, вот как вы считаете, этап вашей медицинской карьеры, ну, то есть вот нужно ли для вашего сегодняшнего знания, которые были получены? Я считаю, что все этапы, которые я прошел в своей жизни, были необходимы для того, чтобы я оказался именно здесь и сейчас, там, где оказался. Но вы были, вы солировали в операционной или нет? Нет, нет, я прошел только интернатуру, да, то есть чисто год обучения, и нет, я не солировал. А каким образом вот ваша судьба вывела вас на дорогу, ну, остеопатии и психосоматики? Да, каким образом, вопросы, все время задавался вопросом, что, почему, зачем, и где, в общем-то, в этом во всем суть. Я помню, даже когда я был совсем еще маленьким ребенком, гуляя с мамой, я задавался вопросом о смысле жизни, ну, то есть мама типа, о чем смысл жизни, я не понимаю. А мама что отвечала? Ну, как-то она уходила обычно. Он говорил, о себе, о себе. От ответа. Вот, и поэтому, да, даже когда я обучился, то есть я пришел в медицину, у меня часто вопросы, да, что у вас, наверное, родители там, медики, нет, у меня никого среди знакомых, ближайших родственников нету. Я сам вдруг в какой-то момент решил, пойду-ка я вот туда, потому что, ну, интересно и спасать людей, ну, такие вот юношеские эти все штуки. Вот, но придя в медицину, я понял, что как-то не на все вопросы она знает ответы, ну, далеко не на все. Вот, и чаще там все-таки работают с симптомом, с проявлением, да, чего-то, а причину, как бы, и особо и не ищут даже, честно говоря. Вот, и поэтому я задавался все время вопросом, почему, от чего, зачем, да, то есть голова болит, допустим, а от чего она болит-то, почему? Ну, откуда все взялось? И, конечно, мы можем, да, отдать таблетку и заглушить боль, но причина-то не в том, что боль просто возникла, она же из-за чего-то возникла. Вот, всегда было это интересно, ну, и поэтому, да, развиваясь, изучая, и как-то в моей жизни много таких, скажем, судьбоносных моментов, да, то есть в какой-то момент девушка, моя тогда нынешняя жена, да, она пошла к остеопату. Вот, ну, вот, я не верил, как обычно, да, то есть нам очень часто трудно поверить во что-то новое, что-то непонятное, да, что-то такое. А вот в классической медицине, которой вы обучались, как раз отношение к остеопатии какое было? Да, это считается альтернативным видом или всё-таки традиционное? Да, было, скажем так, ну, никакое, даже отрицательное, скажем, то есть мне тогда это было мало известно и непонятно, и это что-то не то. Но вот сейчас её признали уже несколько лет, да, пару лет, по-моему, как её признали. В России? В России, да, её включили в перечень официальный, там, да, вот в официальную медицину, скажем так, внесли. И тогда это было, ну, это всё было, то есть я узнал об этом буквально, наверное, в курсе на четвёртом института, и вот она пошла, и я начал задавать вопрос, а что там делают, а зачем, а почему, а как. Ничего не понятно было, в итоге я напросился на приём вместе с ней, сидел, смотрел, задавал вопрос до доктора, не понимая, действительно, что он делает, то есть это было всё очень странно. Ну, и потом я пошёл в один институт, там были открыты, скажем так, да, ну, и лекции, презентации, да, там посмотрел, поизучал. Ну, и всё больше, 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 интересовался этим, и в итоге вот принял решение и пошёл учиться в остеопатию, другой, правда, я не знаю. А может быть, вы поясните так тезисно нашим слушателям, чтобы было понимание, да, что такое остеопатия и что такое психосоматика? Ну, эти вопросы в последнее время почему-то очень часто меня опять начинают преследовать, здесь раньше было, что такое остеопатия, и это всегда очень трудно было объяснить, теперь мне говорят, ну, ладно, с психосоматикой вроде бы там, ну, как бы, сейчас это тоже, я не знаю, как в Латвии, но в России это такое, оно становится модным, вот это прямо этим многое интересуется, и психосоматика это, ну, если очень коротко, то связь психики с телом, да, то есть как наша эмоциональная реакция, да, влияет на возникновение реакции в физическом теле. Иными словами, всё то, чем мы болеем, исходит из нашей головы. Ну, как бы, да. Да, хорошо, с этим разобрались. Совсем грубо, да, да. А если с остеопатией? Вот, теперь для меня разделять эти два понятия достаточно сложно, остеопатию и психосоматика, потому что откуда бы мы не делали, скажем так, вход, да, в систему, но всё равно мы работаем со всеми аспектами человека, да, поэтому даже сейчас, зная психосоматику, я понимаю, что остеопатия, ну, ещё раньше, да, то есть ты вроде бы работаешь с телом, ты вроде трогаешь человека, но ты при этом что-то говоришь, ты что-то сам понимаешь, он что-то понимает в этом всём процессе, то есть всё равно такая неразделимая работа со всеми аспектами, да. Вот, но если коротко, если вот вернуться к вопросу, да, остеопатии, если брать классическую остеопатию, то это работа с телом, да, то есть это не массаж, это не что-либо и другое, это работа с телом именно как с чем-то целостным, да, то есть остеопатия, она относится к таким холистическим наукам, да, холистическим, то есть она рассматривает человека как единое целое. То есть если у человека болит, окей, давайте что-то было в России. Ну да, например. Например, вот буквально, я сейчас был на большой супервизии школы психосоматики ПСИ-2.0, ну и, собственно, поскольку я остеопат, очень часто просят ребятки, посмотри, там что-то болит, там ещё что-то, вот, и девушка была, она говорит, пятка болит. Вот, я говорю, ну хорошо, давай посмотрим, там, значит, я кладу её на стол, ну, определёнными, есть тесты определённого остеопатии, да, то есть там встать, ну, посмотреть уровень плеч, там, не знаю, наклониться, там всё, не будем сейчас вдаваться в подробности, вот, плюс есть остеопаты, они, в принципе, с годами нарабатывают чувствительность рук, да, определённые. Положив руку даже, ну, на любую область тела, ты можешь понять, куда, как бы, условно, скажем, тянет, да, то есть я кладу руку на живот и понимаю, что тянет, там, не знаю, куда-нибудь сюда, да, то есть где-то, где-то здесь проблема. Но суть в том, что, вот, допустим, девушка с пяткой, да, я смотрю, да, у неё там одна нога, короче, другая, да, у неё таз тоже не на месте, тоже, ну, и, как бы, если брать классическую остеопатию, ну, вроде, как бы, окей, хорошо, ладно, надо поправить таз, и тогда, скорее всего, там, нагрузка изменится на эту ногу, и пятка перестанет болеть, потому что у неё, как бы, оказывается изначально высокая нагрузка. Но суть в том, что можно идти дальше, да, и можно смотреть, понимая, опять же, физиологию, анатомию, таз, это не просто таз, там есть мышцы определённые, и очень часто, действительно, подвздошно-поясничная мышца входит в дисфункцию и за собой утягивает, скажем так, таз, вот, но понимая анатомию, ты знаешь, что подвздошно-поясничная мышца, на ней лежит почка. Поэтому я часто в этих ситуациях я проверяю почки, и, да, действительно, смотрю, одна почка, она, ну, скажем так, находится в дисфункции, да, то есть, её подвижность ограничена. Вот, и работаю с почкой. То есть, получается, повреждена почка, а болит пятка? Да. Ну, если очень коротко, то да. Ну, да, ну, то есть, вот... А скажите, а вот физиотерапевт не занимается тем же, он также может, он смотрит уровень плеч, да, допустим, проводит по позвоночнику, смотрит, также может понять и выявить, почему не имеет рука, но это точно знает, там, допустим, исходя из своего опыта, да. Хорошо. Это не смежное направление? Ну, все направления смежные. То есть, мы же не отрицаем... Я просто хочу понять, в чём принципиальное отличие. Допустим, это ему не по силам понять? Ну, вот он диагностирует руками, да, то есть, вот прямо... Да. Вот, почка, её подвижность снижена, он же так не делает. Нет, так нет, ну, вот я, допустим, привела пример, в том числе, с не менее... Прям принципиальное. И плюс... Доктор Хаус. Он имеет какое-то отношение, ну, когда он ставит диагнозы свои? Честно говоря, мне сложно говорить о нём, я ни одной серии не посмотрел. Я пытался пару раз, и здесь, серьёзно, ну, вот, ну, что-то вот не пошло, поэтому не могу вот быть, ну, наверняка. А вы сказали, что психосоматика и остеопатия связаны, да, ну, вот в вами приведённом примере, где мы видим, допустим, какое-то физическое несовершенство человека, и в данном случае, если коснуться психосоматики, где всё исходит от головы, допустим, там, стресс, ну, там, тоже может способствовать развитию каких-то болезней. Вот как это связано, как вы их видите? Как это связано? Ну, смотрите, да, если... Ну, сейчас мы поняли связь, да, когда вот в диагностике и в процессе лечения, да, остеопатии, то есть пятка, таз, там, мышца и почка... Ну, это физическое развитие человека, да. Сейчас дойдём. Ну, вот, но зная о том, что, зная и чувствуя, да, о том, что почка, допустим, находится в дисфункции, остеопатия обычно на этом, ну, как бы, словно скажем, останавливается. Ну, классическая остеопатия. Мне трудно теперь говорить там, что остеопат, вот, допустим, в лиге есть невероятный человек, да, мой преподаватель, он остеопат, да, но у него опыта около, там, 26-27 лет, практики у него в своём институте остеопатии. И он работает, в том числе, психосоматическими методами, ну, я теперь это понимаю, но с учетом шло, ладно, окей, да, то есть мы понимаем связь одной части тела с другой частью тела, но, зная психосоматику, мы можем тут же поработать и психосоматически. Да, и держа, условно скажем, как бы странно мне казалось, держа почку в руках, осознавая её, ну, скажем так, сниженную подвижность, да, я могу задавать вопросы и отслеживать, как реагирует почка. Зная, какие типы конфликтов психологических могут привести к нарушению подвижности почки, я могу эти вопросы более прицельно задавать. Ну, например, какие там могут быть вопросы? Ну, например, самый частый конфликт, который, скажем так, влияет на почку, территориальный конфликт, конфликт потери территории. Вы сейчас говорите про недвижимость. А, я сейчас говорю про всё. В прямом смысле это там потеря квартир. Фактика, она может воспринимать, как мою территорию, совершенно всё. Ну, абсолютно всё. Территорию, как... Семье, например, да, какие-то... Да, то есть, моя квартира, моё рабочее место, это же моё место, да, моё место в жизни может быть моей территорией. Моя жена может расцениться мной, расцениться мной, как самцом, как моя территория. Это, вообще, ну, это моё. Ну, вот, например, да, то есть, надо искать. В этом-то и интерес, потому что есть прописанные, как бы, да, скажем, истины, да, то есть, почки, это конфликт. Ну, вот кто выявил эту связь между почками, допустим, и потерей территории? А, есть такой, был такой доктор Хаммер, да, и о нём сейчас достаточно много информации в интернете. Да, он, как бы, обосновал такую германскую новую медицину. А если он ошибается или заблуждается, и это совсем не так? Всё возможно, всё возможно. Поэтому я говорю, что есть теория, которая говорит о том, что вот это, вот это, вот это, но каждый раз, очень часто мне задают вопросы, да, а вот у меня вот это, от чего это? Ну, это всё очень, ну, очень относительно. Да, кому-то помогают даже эти ответы, я думаю, а, да, всё, я понял, как вы точно прям, ну, прям всё, у меня теперь пазл сложился, я понял. Ну, как раз там пару недель назад меня там выгнали с работы, и вот теперь я там, не знаю, что-то со мной произошло, весь отёк или что-нибудь такое. Но всегда, всё равно, чем тоже отличается вот моя деятельность, вот деятельность официальной медицины, да, тем, что мы всегда работаем не с болезнью, не с анализами, а именно с человеком. Ну, я беру человека, условно скажем, да, и говорю, как конкретно ты вот именно сейчас чувствуешь вот это, да, и мы идём, идём, идём и ищем, ищем конкретно его, ну, скажем, даже не хочу сказать проблем, но где-то вот это место возникновения. Ну, этим же занимаются психотерапевты, по большому счёту. Ну, вот приходит человек, ложится на кушетку, рассказывает о своих проблемах, и не получается ли, что психотерапевт выполняет ту же работу, то есть помогая человеку там решить его конфликт с потерей территории, и у него перестаёт болеть почка? Да. Ну, во-первых, мы не говорим о болезни почки, но о боли в почке, да, то есть мы работаем на том этапе, когда ещё, слава Богу, ещё ничего не болит, да, ещё, то есть, такой момент превентивности есть. Вот, это первая история. Второй момент, что я не могу судить за всех психотерапевтов, я их просто физически не знаю, они, опять же, все разные, как остеопаты, все разные, вот, поэтому, но что я могу, я могу говорить только о своём опыте, да. Да. Лично я не был у классического, да, психотерапевта, честно, то есть, и вряд ли дойду теперь уже, поскольку у меня столько знакомых коллег, вот, именно в психосоматике, но в моём опыте есть истории, когда приходят люди, да, я там, ну, опять же, разговаривая с ними, там, или тестируя, или ещё что-то, я говорю, а что у тебя, допустим, с мамой? Вот, у меня была одна пациентка, она уже подруга, можно сказать, да, то есть, мы хорошо общаемся с семьями, и, ну, я не помню, что честно, она пришла на остеопатический сеанс, да, изначально она лежит, я что-то делаю, говорю, что ты решаешь, что у тебя с мамой? Она говорит, я знаю, я там три года, значит, ходил, хожу к психологу, мы там всё порешали, мне уже гораздо лучше. Есть простые, ну, есть вообще простые тесты, да, то есть, ну, простейшие, которые, собственно, тоже будут на начальной школе, вот в эти выходные. Я говорю, окей, хорошо, ладно, я просто проверю, говорю, я твоя мама, я твоя мама, я начинаю подходить, и она начинает плакать. Я говорю, ну, что вы решили за три года? Ну, вот, и я говорю, ну, мы что-то поделали в этой сессии, я говорю, ну, тебе нужно доделать, потому что глубокая какая-то там проблема, и она пришла ещё на одну сессию, и всё, и мы решили проблему, ну, всё. Она потом пришла ещё на другие сессии, я говорю, как с мамой-то дела? Она говорит, она так же звонит, она так же выносит мозг, она так же там, говорю, как тебе? Она сидит такой расслабленной позиции, говорит, ну, так пофигу вообще-то, это всё. А до этого у неё прямо была реакция, у неё там напряжение, агрессия, даже какая-то там злость, ну, и слёзы. Вот, всё. Клинический психолог, доктор остеопатии, специалист по психосоматике Илья Зарёнок у нас сегодня в гостях. Если у вас есть вопросы, звоните нам 672-12-939, 672-13-939. А вот вы сказали, что уже выявлены некоторые связи между, допустим, там, не знаю, слабо развитыми какими-нибудь органами и, допустим, человеческими взаимоотношениями, либо страхами что-то потерять. И привели пример, допустим, почки и потери территории. Причём трактоваться это может абсолютно любым способом, какой территории будет, квартира, рабочее место. Можете ещё аналогичные примеры привести, допустим, что на что может указывать? Такие, да. Ну, вот согласно школе, да, что упомянутые вам ранее о школе. Ну, если говорить о теории, да, вы же как бы про теорию, я только прошу, да, потому что практика отличается от теории, но это стоит понимать. И прочитав книжку по новой германской медицине, значит, что вы поймёте, осознаете полностью все свои там психологические конфликты, и уж тем более это не говорит о том, что вы их проработаете. Возможно, она ведёт это у вас на какие-то там, да, идеи и мысли, но нет. Нет, но если так по-простому, говорит, допустим, да, то желудочный кишечный тракт весь, если даже так крупно взять, то в принципе он весь может отреагировать на конфликт, я чего-то не перевариваю, чего-то либо кого-то. И это может быть либо человек, который, ну, как-то деструктивно, да, допустим, в моей жизни себя проявляет, либо ситуации какие-то, да, то есть, ну, это надо искать. И ещё такая ремарка тоже, вот, которая про психику, да, вообще что такое психика? Она очень такая короткая, лаконичная, скажем, но очень чёткая. Психика – это субъективное отражение объективной реальности. Такое, может быть, непонятное для начала, но суть в чём? Есть реальность, и она объективна. Но когда я выступаю в роли наблюдателя, да, то есть, я как-то её для себя оцениваю, да, её как-то и воспринимаю через свои фильтры, да, физические и психологические. И вот уже то, что у меня там отпечатляется, да, не знаю даже где, в голове, условно скажем, в мозгу восприятие – это уже моя субъективная картинка. Елена, я прошу вас надеть наушники, пожалуйста. Да, у нас есть звонки. Давайте начнём принимать звонки. Доброе утро, мы вас слушаем. Доброе утро. Здравствуйте. У меня вот такой, я не знаю, то ли вопрос, то ли, как бы, такое добавление к вашему гостю. Дело в том, что не существует на свете ни одного человека, у которого не было бы проблем с мамой, у которого не было бы какого-то неприятия, какой-то ситуации, или какого-то человека, и у которого не было бы, ну, каких-то, каких угодно потерь территории. Поэтому это как-то беспроигрышно, беспроигрышно, я бы сказала. Ну, просто это есть у каждого. Так или иначе, в разных формах, в разных видах. Ну, как-то так. Да, спасибо большое. Это, знаете, это как заявить о том, что ты являешься провидице и сказать, что завтра будет среда. Ну, вот условно. Я, мне кажется, дополню нашу слушательницу. Ну, что вы об этом думаете? А вопрос-то в чём? Ну, очевидно, вопрос в том, что не является ли слишком общим, ну, то есть, в принципе, можно найти вот эти проблемы у каждого человека, и не является ли, ну, то есть, просто здесь, ну, действительно. И вам будут верить, потому что с этим сталкиваются все, да, и, может быть, на этом можно спекулировать. А, я понял, хорошо. Но именно сейчас мы говорим об общих, да, каких-то моментах, опять же, да. И, конечно, поскольку они общие, они отзываются всем, ну, или большинству, да, людей. Но суть в том, что либо ты человек очень адаптативная, да, адаптивная система, либо ты адаптирован к этим всем моментам. Так вот, да, я понимаю, что там моя мама там вела себя как-то в детстве, но меня это сейчас никак не тревожит, да, то есть, никак не влияет на меня. Я её там, ну, если говорить, опять же, достаточно общую, я её там простил, принял там и так дальше, и такой, ну, окей. И я не хочу быть на неё там похожей, да, в своём воспитании своих детей, но не из отрицания, опять же, да, не из напряжённого отрицания, а из принятия, ну, это, может быть, не всем будет понять, из принятия. Да, и тогда, да, тогда окей, там, ну, да, было-было, я чему-то научился благодаря этому, получил опыт, сделал выводы, иду дальше. Но большинство людей, к сожалению, ну, к сожалению, не так у них. Они либо как-то эмоционируют там, открыто или нет, и, опять же, очень часто, да, бывает такая тема, что приходит пациентка и говорит, знаешь, я вот, мама, она меня прям бесит, ну, потому что то-то, то-то, то-то делает такие, вот у неё черты там, характер и всего такого. И я всю жизнь не хотел быть похожей на неё, но сейчас у меня есть дети, и я всё больше и больше становлюсь похожей на неё, приобретая вот эти же самые черты, как бы, характера, да, при проявлении своего. Вот, и почему так происходит? Потому что нет сути, да, либо я чего-то сильно хочу, либо я чего-то сильно не хочу. Да, если сильно не хочу, то я фокусируюсь, твой вектор внимания на этом, и, собственно, моё тело и вся жизнь идёт туда, в эту всю историю. Наденьте, пожалуйста, ещё раз наушники, да, примем звонок, простите, он сорвался, да, ещё раз попросим, да, есть. Доброе утро, мы вас слушаем. Доброе утро. Доброе. У меня такой вопрос к вашему доктору, у него есть соединение с пространством, с почкой, объясните мне, пожалуйста, вот такой самый простой вопрос в моём организме. У меня, когда замерзает спина, начинается насморк, или когда я холодной водой мою лицо, у меня замерзает спина. Какая связь здесь происходит? Спасибо. Ну, какой интересный вопрос, необычный, я не знаю. Ну, то есть, наверное, просто нужно тогда вас увидеть, пощупать, и не знаю, там что-то. Можно искать, конечно, ответы на все вопросы. То есть, если опять же... Это серьёзный новый вопрос. Если так вообще, да, сказать, то есть такое понятие треки, да, в психосоматике, то есть, есть какая-то что-то напоминающее о какой-то, ну, скажем, о психологическом конфликте каком-то, да, или какой-то... Ну, не хочется говорить психотравму, потому что оно такое, ну, вот, но какая-то тема, да. То есть, если это возникает, эта же штука, то у меня возникает реакция как-то, ну, тогда. Ну, условно. То же самое про аллергии, да, то есть аллергии-то на самом деле не существует, ну, простите. Так, так вот интересно, да, вот этого места поподробнее. Да, 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 это самый частый вопрос, самый, с которым ко мне обращаются, потому что я и с сыном прошёл через это всё. Вот, но суть в чём, да, сейчас я попробую объяснить на пальцах. Я живу своей жизнью. Вдруг происходит какое-то неожиданно, изолированно воспринятое, драматичное событие. Вот эти три фактора должны быть вместе, чтобы сформировался психологический конфликт, изолированное, драматичное и неожиданное. Вот, и в этот момент у меня в окружении моём что-то есть, не знаю, глютен или молочка. Или собаку завели. Или собака, и шерсть её там, да, или что-то цветёт там, ну, бывает, что-то цветёт в нашей жизни, вот. И моя психика воспринимает, да, вот этот весь контекст, это называется, да, вот что находится в пространстве. Как такое, в момент вот этой истории травмы, да, психо-психотравмы, это было в наличии. То есть она связывает эти два момента и говорит, скорее всего, в следующий раз, когда будет что-то цвести или там, глютен или ещё что-то. Когда это повторится. Да, это такое напоминание о психотравме, и поэтому надо защищаться, да, то есть она дает, кто попадает, аллерген, и психика такая, о-о, в прошлый раз было плохо, надо защищаться. Защищаться как? Не хочу видеть слизицы глаз, не хочу чувствовать запах, отекает заложенность носа и так дальше, да, вот, и, ну, если кожные проблемы, то это конфликт контакта. Я не хочу, чтобы это было в моей жизни, я, ну, защищаюсь, понятно? Хорошо, как это лечить, да. Как это лечить? То есть приходит человек, и у меня, говорит, аллергия, я говорю, здорово, прекрасно, как ты это чувствуешь? Самый такой распространенный вопрос. Ну, или там представь, или почувствуй, или там образ какой-то, давай свои аллергии. Там если кожа, там обычно они говорят, да, окей, я прям чувствую, когда ты вектор внимания на кожу, некоторые прям начинают прям физически чесаться. Даже, даже если речь идёт о детях, с детьми, там, до 7 лет точно, в моем опыте, и с более старшими мы работаем через маму, я говорю, окей, хорошо, теперь ты, это твой ребёнок, ты там, у меня вот одна из первых пациенток была, вот, прям одна из первых. Говорю, ребёнок аллергия, чешется там, да, кожа. Говорю, хорошо, Никита его зовут. Я говорю, ты Никита? Он говорит, хорошо. Ты Никита, да, да, Никита. Я начинаю чесаться. Я такая, что происходит? У меня нет аллергии. У Никиты есть аллергия. Я, почему я чешусь, она физически начинает чесаться. Мы фокусируемся на этом симптоме, идём, как бы, в прошлое, ищем в регрессию, это называется, регрессивной терапии. Говорю, хорошо, тебе там, ты Никита, тебе 4 года. Есть, чешется, чешется. 3 года чешется, чешется. 1 год чешется. Человек не может себя помнить даже... Не нужно помнить. Не нужно помнить. В этом-то и прикол. В этом-то и, как бы, это и классно, что не нужно помнить. Потому что мы ориентируемся на чувства. Память и вот мозг. Здесь много галлюцинаций. Ну, в таком хорошем смысле. Да, то есть, ты много чего-то думаешь, размышляешь. У меня аллергия, потому что молоко. И ты ничего не можешь с этим сделать. А тело никогда не врёт. И в этом, как бы, ну, в этом невероятные ресурсы и возможности. Тело никогда не врёт. И он бывает так, что, да, держи симптомы. Он такой, то-то-то-то-то. Допустим, ладно, мы берём взрослого человека, да, и с ним работаем. У меня возникло, я знаю, вот у меня был конфликт там со свекровью, там, ещё что-нибудь. Хорошо, мы идём в регрессию, да. И вот конфликт со свекровью. Да, хорошо. А если раньше? Есть напряжение? Ой, раньше есть. А ещё раньше? Да я же даже не была с ней знакома. Не думай, чувствуй, почувствуй. Есть напряжение? Ну, вообще-то есть. То есть, она где-то научилась как-то реагировать на такого типа людей. Потом приходит свекровь и такая, и актуализирует эту проблему. Ну, условно. А с Никитой-то что, удалось? Как вот всё-таки вот интрига под самосводвешеный? Да, конечно, да. То есть, мы нашли, окей, прямо про ту историю, что было. Мы пошли, и там один год есть, есть, да, там чашечка-чашечка ты Никита, ты в животе у мамы, там, те шесть месяцев. Всё равно я чувствую что-то такое. Мы хорошо-хорошо, идём в один день в животе у мамы, тебе ещё никто не знает, как дела, всё равно что-то есть. Теперь ты, это твоя мама, ну, собственно, я с ней как бы и работаю. Ты, это ты, как теперь, всё равно есть. Это моя реакция. Мы идём, мы ищем, разбираем её реакцию. Она когда-то там, там была какая-то такая история, что мама с папой разошлись, и она как бы отреагировала таким образом, она обвинила маму в этом, ну, там, внутри себя, да, такая. С папой было классно, теперь папы нет, ну, рядом, потому что мама виновата, ну, кто. Вот, и у неё была такая реакция на маму, да, определённая. Там несколько было видов, там и наличие нежелательных контактов, и потеря желаемого контакта. То есть кожа реагирует на два типа, вот, конфликта, связанных с контактом. Наличие нежелательного и потеря желаемого. Там были оба. То есть, потеря желаемого – это папа, да, то есть, его не было, в котором виновата мама, и теперь мама нежелаемый контакт стала из-за этого. И теперь каждый раз, когда эта девушка, да, живёт в своей семье, да, и к ним приходит её мама, у неё напряжение, она уже вроде как бы проработала, вроде как бы забыла, простила, говорит, ну, так-так-так, но не допроработала до конца, то есть, ну, вот внутри не отпустила. Да, и мама приходит, напряжение, ребёнок считывает напряжение, да, и реагирует кожей. Всё. Ну, то есть, всё просто. Вы сказали, аллергия не существует, да, допустим, это абсолютно, ну, если можно сказать, психогенные симптомы, а что насчёт, допустим, онкологии? Существует ли она? Нет, ну, она явно существует, да, но это тоже психогенное заболевание. Слушайте, ну, даже Всемирная ассоциация здравоохранения признала тот факт, что в 80% всех заболеваний как минимум есть психосоматический компонент, как минимум есть. Для меня это говорит о том, что он везде есть во всех заболеваниях. И, собственно, история нашей школы, вот школы психосоматики, ПСИ-2.0, она началась именно через онкологию, скажем так, да. То есть, Михаил Феляев, который основатель, идейный вдохновитель всей этой истории, он, будучи клиническим психологом, да, в какой-то момент просто пошёл, ему было интересно поработать с этими людьми, да, с онкобольными. Да, и он такой экспериментатор, он изучал много чего, в том числе и германскую медицину, да, и вот. И он пришёл, поработал, да, вроде как бы они не излечились от онкологии, такой, ну, ладно, как бы эксперимент не удался. Но он ушёл, а работал он, по-моему, с, если не ошибаюсь, с раком лёгких, да, то есть, такой достаточно, ну, такой прогрессирующий быстро, быстрая история такая печальная. Вот, ну, он поработал такой, ну, как бы, вроде бы особых результатов нет, ну, не прошёл рак, не излечились, как бы, всё, я там, извините, не Иисус, там, или что-то такое. Он уходит, ладно, но через какое-то время ему звонит заведующий, да, он к центру и говорит, Миша, что ты делал, что такое? Говорит, слушай, ну, все умерли, ну, все палаты умерли, твоя живёт, что ты сделал? Что ты сделал? И он такой, так, а я что-то сделал? Начал анализировать, да, что, какие методики он применил, и, собственно, из этого, как бы, и пошло-пошло-пошло становление школы психосоматикой. Наденьте, пожалуйста, наушники, да, продолжим принимать звонки. Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте. Давай, здравствуйте. В Москве распространён, да, в Москве распространён принуждение к бесплатному труду, то есть это, в основном, сверхурочные, там, ночные работы, стараются не оплачивать, да. И всё это происходит под угрозой увольнения, и если человек работает бесплатно, то его хвалят, то есть он требует деньги за это, то начинается психоэмоциональное насилие. И вот у меня, в частности, сколько бы я ни работал, вот встречаюсь с таким фактором, и у меня болит в области сердца. Ну, сердце проверяет всё отлично, но оно там прокалывает, там, вдавит, жжёт и так далее. Значит, пошёл к психотерапевту, он говорит, ты вам всё виноват. Вот у них вот такая риторика, ты вам всё виноват, и значащий причину в себе. Вот с вашей точки зрения, что надо делать? Интересный тоже вопрос. У вас такие все вопросы интересные. Ну, во-первых, мне, честно говоря, не хочу никого там, ну, это странная позиция, да, ты во всём виноват, это странно. Ну, то есть, если бы было прямо так сказано, то это прямо странно. Вот, напрямую, да. Моя позиция, так надо здесь что, надо искать? То есть, как бы уже в вопросе заложено... Искать новую работу? Ну, почему бы нет? Ну, уже в вопросе заложен ответ, да, то есть, изначально вот эта история, то есть, Владверс, пространён, там, то-то, то-то и так-то, так-то. То есть, уже, как бы, концепция видна, да, то есть, как человек живёт, к чему он пришёл, и он считает, что, ну, как бы, это его реальность. Он решил, что так, и всё, а это его реальность, да, и, соответственно, раз он так решил, всё пространство будет, говорит, ну, странно, выбор, ну, окей, ладно, хочешь, ну, странно. Хочешь миллион? Нет, не хочу, у меня вот, 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 я решил, что должно быть так. Ну, странно, выбор, ну, ладно, пускай так. Не хочешь, чтобы оплачивали, ну, 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 как бы, ты, ну, мы же сами формируем свою реальность. Вот у нас жалуются, действительно, на дорогую медицину, на дорогие лекарства, вот, психосоматика, это, в принципе, удовольствие, ну, вот, лечение, оно по сравнению с классической медициной дешевле или дороже выходит человеку? Слушайте, это, смотря, как сравнить-то, то есть, такого, как провести анализ, да, то есть, если взять лечение, которое обычно не заканчивается, там, одним годом, да, от каких-то хронических историй, то я бы сказал, что это гораздо, как сказать-то, бюджетнее, да, восходить к специалисту по психосоматике, там, на одну, две, три сессии, не знаю, проработать. Потому что даже если взять ту же самую аллергию, то есть, я могу говорить о своем опыте, да, то есть, у меня сын старший, у него была жуткая аллергия, то есть, он прям, он чесался до того, что он спал, и во сне чесался, и просыпался от того, что он чесался, и поскольку он был, ну, был трэш. То есть, никто не спал, никто не спал, уровень стресса в семье рос. А сколько ему было лет? Ему тогда было, ну, то есть, это началось прям с рождения. Ведь у него же не было никакого накопительного опыта, который мог повлечь с собой… В этом-то история, потому что это реакция, ну, мамы, и вот его, моей жены. Ну, как бы, ну, в принципе, уже мы это подразобрали. Короче, он с рождения, до четырех практически лет, ну, то есть, четыре года в этом во всем. Сколько мы потратили, да, лекарства, ну, денег на лекарства, на все эти, которые, хотя бы хоть чуть-чуть-чуть антигистаминные, да, и которые гасят всю историю. Сколько мы потратили времени и средств на обследование, да, то есть, там, сдать одну аллергопробу, там, вот одна из последних была, там, по-моему, 10 тысяч стоит рублей. Сколько это в евро? Сейчас скажу, это больше 100… Стану меньше 200, да, 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 ну, где-то 150, наверное, может быть, 70, да, евро. Ну, точно, достаточно значимая такая история. И их периодически нужно же сдавать анализы, понимать, там, чтобы разбираться. Ну, короче, это такое, вот, и это длительно. И, ну, к чему еще я пришел сейчас, самый главный ресурс у нас, я не знаю, как в Латвии, мне кажется, во всем мире, ну, это так, это время. Это время, да, и то есть, мы понимаем, что есть 24 часа в сутки, и жизни тоже ограничены какими-то все-таки рамками, да, там, пускай мы будем, там, говорить о там 100 годах хотя бы, да, мечтать об этом и стремиться к этому, но все равно какие-то рамки. Если тратить 4 года своей жизни, жизни своей семьи, там, ребенка, вот это все, то, ну, а зачем, когда можно вот сходить, у жена порохла буквально, тогда я еще только учился, да, то есть, и со своими работать можно, но это большой вопрос. Вот, и я отправил просто ее к своему преподавателю две сессии, две сессии, всего два дня, скажем так, два раза по два с половиной часа, да, работы, и все, и все прошло. Давайте еще звонок примем, наденьте наушники. Доброе утро, мы вас слушаем. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, вот такие факторы, как природа, музыка, поэзия, какую роль играет в преодолении подобных проблем, или только обращение к против? Спасибо. Прекрасный вопрос, замечательный. Ну, смотрите, вот все перечисленные моменты, природа, музыка, поэзия, это очень хорошо, они всегда, ну, поскольку мы все-таки, как бы мы не запирались в комиссии, в каменной джунгли, мы все равно, да, дети природы, и все вот эти моменты с природы, я тоже люблю, вот, но в лесу там побыть, или там на воде, да, посмотреть, они отдают нам ресурс. Они дают нам ресурс, и это хорошо, как, в принципе, гомеопатия, что она делает? Она дает ресурс, да, иногда, и неплохо бы и таблетку выпить, потому что если тебя изматывает эта боль, да, то есть изнуряет, ты все силы тратишь сюда, иногда и неплохо действительно приглушить чуть-чуть и хотя бы передохнуть. Потому что люди с хронической болью, это же, ну, это же вообще там, я могу с ним поработать, да, то есть с точки зрения психосоматики, я могу найти причину, можем с ней, да, ее, скажем так, проработать, изменить все эти, но для этого тоже, для этой работы тоже нужен ресурс. И бывает так, что люди, да, или с онкологией, когда они долго в этом находятся, там же, помимо физического, там очень большое моральное, да, такое угнетение, потому что все плохо, я скоро умру, давление, опять же, врачей, там, делайте это, не делайте это, там, и все, и он не знает, не знает, как быть, у него нет ресурса пойти в это, потому, поэтому все моменты, и причем у всех ресурсы разные, да, у всех, мы все разные абсолютно. То есть я всегда за индивидуальный, за личностный подход, поэтому ищите свои ресурсы, действительно, и не закапывайтесь, там, дом, семья, работа, и все. Вот у американского писателя, у Генри была такая повесть о девушке, последний лист называется, да, о девушке, которая заболела пневмонией, и она лежала в окна, и видела, как плющ опадает, да, и она для себя решила, что как только с него упадет последний лист, она умрет, да, и вот один ее сосед, художник, да, он нарисовал лист, последний лист, который там был всегда, и она открывает... Он прикрепил его к ветке дерева. А, прикрепил к ветке дерева, да, и вот она просыпалась, открывала глаза, видела, странно, сегодня не упал, в следующий раз проснулась, думает, сегодня не упал, и она пошла на выздоровление, да, вот это психосоматика. Конечно, конечно, она создала, скажем так, смотрите, как это работает, да, то есть она создала себе негативное внушение, сама себе сделала, то есть он упадет, я умру, ну, как бы что-то позитивное, а вот тот парень, который прикрепил, да, он как бы, ну, он это во благо повернул, да, то есть мы сделаем так, что лист не упадет, окей. Ну, понятно, да, то есть, это да, то есть, такое самовнушение она сделала. Ну, вот вы занимаетесь тем же, чем ее сосед-художник, ну, то есть, говоря, вы меняете сознание или ищете вот ту надежду, которая может повернуть абсолютно взгляд больного, либо человека, у которого есть какие-то проблемы с здоровьем? Ну, если сказать по-простому, да, потому что по сложному нам времени и хватит на это все рассуждать, мы меняем стратегию, вот так, да, стратегию, то есть, я воспринимаю этого человека, как, там, ну, какой-то неприятный контакт, допустим, где ты этому научился, где ты понял, что он для тебя, ну, неприятен, вот тогда-то, тогда-то, там, мама, папа, ну, только что разбирали эту историю, зачем тебе нужна эта, допустим, вся, вся вот эта история, чему ты научился в этом все, найди плюсы, допустим, да. И благодаря этому пойми, там, сразу, там, ну, то есть, там много-много-много моментов, как мы, мы будем разбирать это в начальной школе, в принципе, как это все формируется, в общем, перенаучаем, да, человека, ну, все, не нужно так реагировать больше, зачем? Ты понял, что это, ну, реакция негативная, она ведет тебя вот к этому всему, зачем? Да, нам на этом пора заканчивать. Да, я так понимаю, что вы еще и, ну, есть возможность... Задать вам вопросы лично, да, на эти входные. Ну, конечно, на семинар приходите, где это будет, когда, я не могу сказать, я ничего не помню, но в этом плане, да. Ну, где можно хотя бы, может быть, посмотреть информацию или вбить вашу фамилию в Google? Да, в Инстаграме есть, у меня есть страничка Инстаграм, есть Фейсбук, есть организатор. Илья Заренок, Инстаграм и... Да, естественно, давайте вопросы. Да, доктор остеопатии, специалист по психосоматике был сегодня с нами, спасибо вам большое. Спасибо большое, что пригласили.